Сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея для портала «Экзегет». И сегодня мы приступаем к изучению 11 главы Евангелия от Матфея. И мы читаем первый стих, и когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. В 10 главе мы читали о том, как Христос наставлял своих учеников идти и проповедовать Слово Божие. А здесь Христос сам отправляется на проповедь, чтобы учить и проповедовать в городах их. То есть Христос учит не только Словом, но и Своим примером. Как апостол Петр писал о Христе, что Он оставил для нас пример, дабы мы шли по стопам Его. Ибо истинный Учитель учит не только Словом, но и действием. Христос учил даже Своим молчанием в некоторых случаях. И далее мы читаем Иоанн же, то есть Иоанн Креститель, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Дословно вот эта фраза «ты ли тот», она на греческом звучит как «ты ли грядущий». И казалось бы, как мог усомниться Иоанн Креститель во Христе, если Иоанн Креститель был свидетелем Богоявления, «Когда Он крестил Сына Божия в струях Иордана, Он видел Духа Святаго, который в виде голубином парил над головой Спасителя, и из осеняющего облака слышал глаз Бога Отца, который свидетельствовал о Сыне Возлюбленном, что Он истинно Христос, истинно Мессия, Сын Божий». Святые отцы объясняют, что на самом деле сомнение коснулось не сердца Иоанна Крестителя, а сердец некоторых из его учеников. И он как бы берет их сомнения на себя и отправляет их ко Христу, чтобы они спросили у Него, понимая, что когда они придут к Иисусу Христу, они не только услышат Его ответ, но и увидят Его чудесные действия. И далее мы читаем, «И сказал им Иисус в ответ, когда они, ученики Иоанна Крестителя, пришли и сказали Ему, то есть Христу, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют, и блажен кто не соблазнится о Мне». Этим блаженным, конечно, был прежде всего Иоанн Креститель, который, имея удивительное свидетельство о Христе, конечно же, не мог соблазниться о Нем, а теперь и ученики Иоанна Крестителя могли говорить не только о том, что они слышали от Христа, сказанное о Нем самом, о себе, но и то, что они видели в действиях Сына Божия. Далее Христос излагает свое отношение к Иоанну Крестителю. «Когда же они пошли, читаем мы далее, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть, ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть, ходили вы, человека ли, одетого в мягкие одежды, носящие мягкие одежды, находятся в чертогах царских? Что же смотреть, ходили вы, пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано, сия посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Действительно, Иоанн Креститель был удивительным пророком, потому что он сам сподобился пророчеству о себе, которое было записано в Ветхом Завете. И это исключительный случай, когда было пророчество о пророке, и мы находим это пророчество в книге пророка Малахия, 3 глава, 1 стих. И Христос цитирует эти слова, «Ибо Он тот, о котором написано, сия посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Далее Христос говорит, «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше и в Царстве Небесном больше его». Вот эти слова требуют объяснения. Итак, Иоанн Креститель – самый великий из всех ветхозаветных пророков, «И из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем, в Царстве Небесном больше его». О чем это говорит Христос? Есть объяснение, что Христос сравнивает Иоанна Крестителя со своими учениками, апостолами, которые, без сомнения, были малым стадом Иисуса Христа, но которые, несмотря на свое небольшое количество, они занимали очень высокое положение в глазах Бога, потому что они были служителями не только закона Божия, который исполнял и сам Христос, но превозвестниками Евангелия, благодати, Царствия Божия, что значительно выше самой проповеди Иоанна Крестителя. С другой стороны, вот эти слова, но меньшие в Царстве Небесном больше его, то есть больше Иоанна Крестителя, это свидетельство о том, что всякий христианин, крещеный, миропомазанный по своему благодатному статусу значительно выше любого ветхозаветного праведника и даже такого Божьего пророка, как сам Иоанн Креститель. Все-таки Иоанн Креститель умирает за порогом Нового Завета. Он являлся зарею, которая предвосхищала восход солнца Христа. А то, что мы называем проповедью Евангелия, начинается после того, как он был пленен и оказался в пустыне. А разница между Ветхием и Новым Заветом столь велика, что Златоуст однажды воскликнул, как небо отстоит от земли, так Новый Завет выше Ветхого. Ветхий закон никого не довел до совершенства, а то, что мы имеем в Иисусе Христе, это статус быть и царственным священством, быть и чадами Божьими по благодати. Поэтому каждый крещеный, миропомазанный, тем более причастник тела и крови, он выше по своему духовному статусу любого ветхозаветного праведника и даже пророка. Далее Христос говорит, «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющий усилия восхищает его». Христос говорит об усилиях веры, проявляя которую человек обретает подлинное спасение. А все ветхозаветные праведники, они сходили душею в Аад и освободились из Ада вместе с Иоанном Крестителем, с Давидом, с Моисеем, только тогда, когда Христос, сойдя в Аад, вывел их души из этого печального места. А усилие веры, которое требуется от каждого христианина, обеспечивает для него быть и спасенным уже в этой жизни. И для верующего христианина, для него переход в иную жизнь – это радостная встреча с Иисусом Христом, которого он нашел в своей жизни еще во дни земного своего бытия. И в этом смысле та часть нашей жизни, которую мы, православные христиане, проводим в молитве, в изучении Слова Божия, в участии в богослужении, в таинствах Церкви, эта часть нашей жизни уже не принадлежит жизни временной, но уже принадлежит жизни вечной. То есть, по благодати, еще живя на земле, мы становимся причастниками жизни вечной на небесах. Что позволило апостолу Павлу однажды воскликнуть, что во Христе Иисусе мы, христиане, уже посажены на небесах одесную Бога Отца. От дней Жанна Крестителя до ныне Царство Небесной силой берется и употребляющий усилия, то есть усилия веры, восхищает его. Ибо все пророки закон прорекли до Иоанна. Это времена Ветхого Завета. И если хотите принять, далее говорит Христос, Он, то есть Иоанн Креститель, есть Илья, к которому должно прийти, кто имеет уши слышать, да слышит. И действительно, у пророка Малахии, 4 глава, 5 стих, мы находим пророчество о том, что перед пришествием Христовым в этот мир явится пророк Илья, тот самый пророк Илья, который на огненной колеснице был живьем восхищен на небеса. Но не надо думать, что Иоанн Креститель – это некая реинкарнация пророка Ильи, это было бы ошибочным представлением. На самом деле Иоанн Креститель подобен Ильи, потому что он в духе ревности пророка Ильи начинает свою проповедь в пустыне, как, кстати, и ученик самого Ильи, Елисей, на котором дух Ильи почил в два раза сильнее, чем у самого Ильи. Поэтому Христос и говорит, и если хотите принять, он есть Илья, которому должно прийти, то есть Илья еще придет. Илья придет во дни Антихриста, когда Бог пошлет с небес двух человек – Илью и Иноха, о которых в Ветхом Завете говорится, что они двое были взяты живыми на небеса, и они будут обличать Антихриста и проповедовать правду закона Божия и святость Евангелия. То есть Иоанн Креститель в силе духа пророка Ильи, а Илья еще придет. И далее Христос говорит, кто имеет уши слышать, дослышит, то есть речь идет о тайнах, которые не для всех открыты. Но только тот, кто имеет тонкий духовный слух, он может расслышать смысл этих таинственных слов. Далее Христос говорит, «Но кому уподоблю род сей?» Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Имеется в виду премудрость этого века. Действительно, образ жизни Иоанна Крестителя, который был очень аскетичным, он не смог образумить иудеев. Образ жизни Сына Человеческого, Христа, с его миссионерской открытостью, это тоже не смогло умудрить иудеев. Они, как дети, которые слышали грустные песни и не плакали, веселые и не радовались. Далее Христос начинает упрекать города, в которых наиболее была явлена его сила. И мы читаем с 20 стиха и ниже 11 главы Евангелия от Матфея. «Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлены были силы его за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явлены в вас, то давно бы они во вретящие пепли покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не звергнешься, «Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». О чем эти слова? Они свидетельствуют о том, что для Бога история имеет обратное наклонение. Иными словами, Христос как бы говорит о том, что если бы в древних городах, которые были разрушены по прямому Божьему указанию, явился бы Христос со своей проповедью, то эти города сохранились бы, Бог бы переменил свой гнев на милость. А жители иудейских городов оказались более невосприимчивыми к Слову Божию, какими бы могли оказаться более восприимчивыми жителями древних нечестивых городов. Эта тема очень интересная, потому что часто мы задаемся вопросом, а как бы спаслись индейцы Северной и Южной Америки до того, как Колумб, кстати, неправославный человек, открыл эти земли. Но для Бога история имеет обратное наклонение. И святые отцы учат, в частности, мы можем найти это у Феофилакта и у других, что Бог будет судить все народы и племена, исходя из того, как бы они себя повели, если бы они жили во дне Иисуса Христа, видели все его чудеса, и слышали бы все его наставления. И так для Бога история имеет обратное наклонение. Для нас это тайна. И Христос показывает, что гордость жителей Капернаума значительно хуже преступлений Содома и Гаморы. И ты, Капернаум, до неба вознесшаяся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отрадней будет в день суда, нежели тебе. А почему земле Содомской будет отраднее? Потому что эти люди были наказаны во дни своей земной жизни. А действует принцип, что заодно дважды не наказуют. И понеся наказание за свои грехи в этой жизни они могут рассчитывать на некое снисхождение в жизни будущей. Как в Писании сказано, горе грабителю, если он не был ограблен. А если он был ограблен, это значит, он уже понес наказание за свои грехи и преступления. Далее мы читаем, в то время, продолжая речь, Иисус сказал, славлю тебя, отче, Господи, небо и земли, что ты утаился и от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, отче, ибо таково было твое благоволение, все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Здесь Христос говорит, что для того, чтобы понять христианской истины, надо иметь простое сердце, открытое сердце, как у младенцев, и он благодарит Бога за то, что он скрыл многое от мудрых и разумных, какие были книжники и фарисеи, и открыл истинные Евангелия тем, которые были просты, как младенцы, это апостолы, среди которых в основном были простые незнатные люди, рабаки, пастухи. И далее звучат слова полные надежды и глубоким христианским смыслом. Это призыв Христа ко всему роду человеческому. Он говорит, придите ко мне все. Если Христос говорит, придите ко мне все, он имеет в виду и тебя, и меня, каждого человека, когда-либо жившего на земле, живущего и тех, которые будут жить. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, на кого трудятся эти труждающиеся и чем они обременены. Имеется в виду труждающиеся над дьявола и обремененные грехами. Христос, как новый Моисей, призывает их к всецелому освобождению. Но то, что было невозможно для Моисея, который смог освободить еврейский народ только от человеческого рабства, Иисус Христос силой собственного божества освобождает нас и от рабства греха, и от рабства дьявола, и от рабства страха смерти. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко. А что означают эти последние слова 11 главы Евангелия от Матфея? Ибо иго мое благо и бремя мое легко, Христос в своем первом пришествии пришел не судить этот мир, а спасать этот мир. И действия благодати призывающей, освящающей, оправдывающей через Иисуса Христа это легкое благо, это легкое бремя, это возможность для каждого, проявив веру, обрести спасение во Христе и со Христом для себя и для своих ближних. ПОДПИСМЕНТОМ Продолжение следует...